8 декабря Международный день художника. Как живут творцы прекрасного в Ярославле и чем вдохновляются? Вы смотрите программу на повестке дня в студии Натальи Пилнова. Мой гость сегодня председатель правления областного отделения Союза художников России Александр Александров. Александр Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, для начала давайте познакомим зрителей с историей областного союза художников. Когда, кем и как создавалась организация и как развивалась? Наше отделение в прошлом году праздновало 85-летие и, соответственно, в 1933 году было образовано. По решению ЦК ВКПБ были упразднены все общественные организации творческие и был образован Союз советских художников, если быть точным, который выполнял определенную функцию в обществе. В тот период пропагандировался советский социалистический реализм, и все знают об этом периоде. И он очень многое дал нам, которые живут сейчас, которые продолжают традиции. Очень много художников сделали и в довоенный период, и многие из них были на войне. Особенно расцвел Союз в 50-е, 70-е годы. А чем занимается непосредственно деятельность Союза? Сегодня у Союза задача какая? Предоставить художнику возможность работать и как-то соединить его со зрителем. Дать возможность выставлять свои работы, привлекать зрителей к тому, что мы делаем. И это порой непросто. Да, а как вы это делаете? То есть механика процесса какова? Ну, у нас есть творческие мастерские, которые мы стараемся сохранять, которые остались нам от прошлых времен. Это очень большое дело, это такое обязательное условие для художника. Он без мастерской не может существовать. И у нас есть выставочный зал на улице Максимова, рядом с филармонией, в котором постоянно, постоянно, около 40 выставок в год мы проводим. Проводим персональные выставки, проводим выставки групповые, тематические. Например, в предстоящем году будет, безусловно, отражена тема победы Великой Отечественной войны. Выставка будет апреля-мая. В сентябре будет обязательно тематическая выставка, посвященная тысячадесятилетию города Ярославля. И многие жители Ярославля знают об этом зале, посещают. Но, к сожалению, это завсегда-то. И, к сожалению, это какой-то определенный круг людей, которых интересует изобразительное искусство. А вот вы сейчас сказали, что дело это непростое. Я обратила внимание как раз на эту фразу. А вот почему? То есть как раз из-за того, что вот, скажем так, средств пиара, да, современный язык сейчас буду использовать немного. Или как вы определяете? Понимаете, показ произведения – это только заключительная фаза. Но тяжело еще и материально. Потому что художник как бы вне общественной структуры. В реестре профессий нет такой профессии. Есть художник-декоратор, есть художник-мультипликатор. Но просто художника, как выяснилось, не существует. Но на самом деле мы есть, и мы существуем. И мы, думаю, что во многом выигрываем по сравнению с художниками во всем мире. А сколько сейчас художников состоит в Союзе? И зачем им это? Ну, это мы уже поняли. Для того, чтобы реализовываться, пользоваться тем ресурсом, который вы представляете. Сколько? В нашей организации 202 члена на сегодняшний день. Наша организация областная. Основная часть художников, конечно, это жители Ярославля. И большой отряд художников в Ростове. Есть хорошая, активная очень группа художников в Угличе. Художники самых разных направлений, работающие в самых разных техниках и материалах. Это, конечно, и живописцы, и графики, и художники декоративно-прикладного искусства. А вот ранг, скажем так, художников заслуженный. Возможно, молодежь есть. Кстати, это был один из моих вопросов, когда вы рассказывали. Говорите непросто. Может быть, из-за того, что как раз зрелый сегмент, сегмент зрелых людей находится. Молодежь-то сейчас себя как-то поднаучилась через соцсети пиарить. Вот, соответственно, хочу понять некий возрастной состав Союза. Статистика говорит о том, что средний возраст членов нашей организации 60 лет. И, к сожалению, приходится об этом говорить. Все меньше и меньше популярностью пользуется профессия, потому что нет такого государственного заказа, нет запроса, может быть. Но люди, преданные искусству, люди, влюбленные в свое дело, конечно, независимо от этого, вопреки каким-то трудностям, я считаю, что временным, продолжают работать творчески. И большинство из них, я вас уверяю, работает именно в некоммерческом русле. И стараются просто выразить себя, находят какие-то другие источники доходов. Кто-то работает, преподает, кто-то получает пенсию, этим удовлетворяется. Молодых художников, к сожалению, не так много. Но они есть, и они показывают новые работы, они вливают свою какую-то свежую струю в нашу организацию. Вот вы уже сказали, что художники работают во всех жанрах. Давайте еще разочек перечислим их. И, возможно быть, вы отметите, в каком все-таки больше, то есть в чем ярославские мастера, собственно говоря, преуспели особенно. Ну, большое количество художников занимается живописью, это безусловно. Много графиков, много... У нас сильный очень отряд художников декоративно-прикладного искусства. Есть и монументалисты, несмотря на то, что заказов становится все меньше. Ну, например, я могу припомнить Николая Александровича Мухина, который совершенно недавно... Сербии, да. ...дел серьезный заказ в Сербии, да. И совсем недавно в Ярославле в Кирилло-Афанасьевском монастыре открыл памятник Минину и Пожарскому свой. Ну, и Храм Христа Спасителя, это его тоже объект. И вот это вещи, конечно, такие знаковые, значительные для всего сообщества художников и всего мира. У меня как раз один вопрос был, следующий. Известны ли имена ярославских художников в России и в мире? Вы уже частично на него ответили. Это Николай Мухин, конечно же. А еще, может себе припомнить именно? Конечно, конечно. Есть такие широко известные художники, как Жарков Юрий Дмитриевич, Карих Александр Андреевич, Теплов Валерий Васильевич. Это все народные художники. Есть замечательный скульптор Пасхина Елена Васильевна, которую тоже многие знают. И есть, безусловно, уникальный художник для нашей организации Петров Александр Константинович, который и заслуженный деятель искусств, и лауреат государственной премии, и оскароносец. Это тоже наша гордость. А вот сам Ярославль, как вы думаете, он чем вдохновляет художников? И ярославских, и те, которые приезжают писать Ярославль из других городов. Вот как вам кажется? Город-то наш. Я думаю, что наш город уникальный, и все художники люблены Ярославль. Но проблема заключается в том, что, когда ты видишь это каждый день, когда ты перестаешь остро ощущать и испытывать какие-то чувства по отношению к виденному, немножко как-то глаз замыливается. И, может быть, многие из нас стараются найти красоты где-то в других местах. Что нормально, я считаю? У вас есть свой рецепт, как сделать так, чтобы глаз не замылился, чтобы вот это вдохновение, оно постоянно было. Что для этого нужно? Постоянно менять места, скажем так, путешествовать. Либо, наоборот, бродить по улочкам Ярославля и в каждую детальку вглядываться. Может быть, у вас свой какой-то рецепт есть? Это нормально, как для психики любого человека, ни профессионала, ни художника, окунуться в другую культуру, окунуться в другую эстетику. И еще острее увидеть, насколько прекрасен наш город, наша Волга. Ну, просто несравнимое ни с чем место, которое все любят. И, пожалуй, все, пожалуй, без исключения пытаются изобразить его. В произведениях наших художников можно, конечно, видеть всегда Ярославль. В следующем году, я сказал, вот будет выставка тематическая, она покажет, насколько ярославцы видят, как они видят свой город, какими глазами. А что вы скажете о современном искусстве? Как вы его перспективы оцениваете? То есть, нравится ли вам сейчас какие-то направления, течения? Что-то для себя особенно выделяете? Либо, возможно, вот ваши коллеги, вы сказали, возраст 60, но они же определенно занимаются тем, что оценивают и современные тенденции. Нет, мало того, что они оценивают современные тенденции, и несмотря на то, что они привержены каким-то своим эстетическим ценностям, художники, я вам скажу, вот в комиссиях, в выставочных комитетах, они, конечно, проявляют удивительную лояльность по отношению к новизне. Мне приходилось наблюдать, как художники, казалось бы, сложившиеся, казалось бы, такие уже закостенелые, способны воспринимать абстрактное искусство, актуальное искусство, как сейчас говорят. С точки зрения образа, с точки зрения профессионализма, все равно есть какие-то критерии, которые понятны нашему внутреннему языку, которые понятны тому, как мы обмениваемся информацией между собой. А вот ваш путь художника, я вижу на ваших руках следы масляной краски. То есть, да, сразу же понятно, что вы абсолютно в профессии. Вот скажите, эта профессия вашей жизни, вот в личной, скажем так, в бытовой какой-то, вот как она вплелась в вашу жизнь, и, может быть, какие-то интересные истории, когда вас что-то вдохновило, выручило, спасло, с кем-то познакомило искусство, которым вы всю жизнь посвятили? Я хочу воспользоваться случаем и поздравить всех художников, художников всего мира, и, конечно, русских, российских художников, и, в первую очередь, ярославских художников, с этим замечательным праздником и сказать о том, что мы все сами себе завидуем. Мы, может быть, немножко ненормальные, может быть, это можно сравнить с зависимостью, но без этого мы жить не можем. Мы работаем каждый день, мы ищем, мы радуемся, мы разочаровываемся, сомневаемся, и этот процесс невозможно сравнить ни с чем. Это наше счастье. Конечно, существуют другие стороны жизни, материальные, и реальность какая-то существует, но создавать свой мир и создавать свое какое-то вокруг себя пространство – это, по-моему, прекрасно. Да, творить – это, наверное, самое лучшее, что только может быть на Земле. Мы, в свою очередь, тоже поздравляем вас лично, конечно же, поздравляем всех ваших коллег из Союза художников с вашим профессиональным праздником. Желаем вам только вдохновения, творческих успехов, признания, ну и денег, конечно же. Спасибо. Я напомню зрителям, что на мои вопросы отвечал председатель правления областного отделения Союза художников России Александр Александров. А вы смотрели программу «На повестке дня». Мы в эфире с понедельника по четверг в 19.15 и только на городском телеканале. Я, Наталья Феунова, с вами не прощаюсь. Через несколько минут начнем подводить первые информационные итоги дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова